День Города Схема размещения нового моста через АКО опубликовал на своей страничке в соцсети депутат Рязанской городской думы Роман Худяков. На карте видно, что сооружение протянут от села Дядьково до Дубровичей. Идея перспективная, но нужен ли этот мост, пока не решен вопрос его с Алочинским собратом. С этим вопросом мы вышли на улицы нашего города. Солочинский мост для рязанцев уже своеобразная притча во языцах. Скандальный ремонт завершили два года назад, но покрытие по-прежнему в изъянах. Суперсовременное полотно, говорят, сточилось. Теперь заказчик и подрядчик, кто из них прав, выясняют в суде. А для рядовых рязанцев получается как у классика. Он украл или у него украли, уже не важно. Все это как одна большая неприятная история. Качество моста совершенно отвратительное. Выбойны появились практически моментально. Качество покрытия оставляет желать лучшего, потому что машина скользит просто, едя по прямой. Ее сдувает даже просто ветром и легковой, и грузовой любые. Может покрытие там какое-то было, но оно все сползло. Буквально просто там через несколько месяцев оно сползло. Может быть там не рассчитано было на тоннаж. То, что грузовики, дорога там магистральная, идет в другие области, транзитные потоки проходят. Видимо, просто не рассчитали, может быть, саму толщину покрытия. И оно сползло, и получилось, что стало хуже, чем было. Просто установить знаки и развесить камеры оказалось спорным решением. Полотно от этого не наросло, только штрафов стало больше. За, скажем так, вероятно, некачественный ремонт моста сегодня платят автолюбители. Суд играет в длинную, подрядчик подал встречный иск на заказчика. Ну а пока барины спорят, у холопов трещат не только чубы, но и капоты автомобилей. Недавняя авария в 11 разбитых машин венчала странную паузу в решении вопроса. Альтернативой Солочинскому мосту может стать Дедьковская эстакада, о которой уже вовсю судачат думские фракции. Есть даже картинка и новость о миллиарде на это из федеральной казны. Сроков еще нет, но пока виртуальный акведук до Дубровичей точно разгрузил бы эту израненную ветку. Это голос улиц. Это уже на мой взгляд однозначно, потому что здесь даже при нормальном функционировании в летний период сложно бывает по пятнице. Не дай бог какая авария, там пробка в одну сторону или в другую сторону, так круиза сюда Есенина встает, я там живу с той стороны. Понятно, что Солочинский мост сегодня как больное дитя без присмотра. Ран у него все больше, они не затягиваются и сами вряд ли зарастут. Миллиард на новый мост возможно пригодился бы и здесь. Местные автолюбители этому точно были бы рады. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Каждый год городские крыши обрастают льдом. Коммунальщики не прекращают борьбу со снежными шапками и сосульками. Анна Герцовская выяснила, куда стоит обращаться, если карнизы водостоки плохо чистят. Крыша дома номер 16, корпус 3 на улице Великаново местами украшена огромными сосульками размером в целый этаж. Однако местные жители не боятся нависшей угрозы. Избивают их. Сегодня вот они написали объявление, сегодня не должны избивать. Вот с той стороны большие. У меня жалко к сосулькам нет. Дом у нас, как видите, без сосулек. Жикова у нас тоже вроде никогда не подводит. Мусор вывозит вовремя. Снег, сами видите, дорога чистая. То есть трактор здесь проходит. У меня вопросов к Жиковой нету. Действительно, с лицевой стороны дома сосулек практически нет. Все они в основном расположены на противоположной стороне кровли. Как объяснили местные жители, проходящие школьники идут вдали от дома по протоптанным тропинкам, так что угрозы падения сосулек нет ни для взрослых, ни для детей. С той стороны это точно. Они идут толпами и оттуда, и оттуда. С той стороны. Местами зоны падения сосулек обозначена красной лентой, которую большинство людей игнорируют. В том числе и дети, которым подают пример сами взрослые. Да и не везде градительные ленты есть. Зачастую тропинки около домов проходят прямо под крышами или под балконами. Если местные жители хвалят свою управляющую компанию, что бывает довольно редко, то практика говорит о том, что страшные происшествия с падением сосулек могут произойти около многих из домов нашего города. Некоторые происшествия заканчиваются довольно печально. Одна из ситуаций произошла с Рязанкой еще в 90-е годы. На голову ее и ее ребенку упал пласт весом более 200 килограмм. Ей сорвало скальп, а сыну отрезала бровь. Были взысканы расходы на лечение, потери заработной платы, приобретение парика, который был необходим, приобретался в том числе за ее счет. В результате ответственность за случившееся понесла организация, содержащая дом. Разбирательства длились долго, как и в другой ситуации. Буквально два года назад мы вели дело против одной управляющей организации, которая не очищала от сосулек. И понимая, что эти сосульки постоянно падают, девушка при подходе к подъезду высоко подняла голову, чтобы убедиться, что ничего не падает. И в этот момент эта сосулька проколола ей бровь. Как объяснили специалисты в области пластической хирургии, еще буквально полградуса поворота головы она лишилась бы глаза. То есть сосулька воткнулась бы ей в глаз. Как показывает практика, досудебные и судебные тяжбы в подобных вопросах всегда не очень простые. Чтобы добиться правды, нужно постоянно контролировать процесс и помнить о том, что даже если гражданин не состоит в договорных отношениях и не живет в том доме, с которого упала сосулька и причинила вред имуществу, или самому гражданину, человек вправе требовать возмещения ущерба. Кроме того, при обращении в суд он освобождается от уплаты государственной пошлины. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани стартовал онлайн-квест для школьников. Называется он «Зимняя дорога» и посвящен правилам дорожного движения. В нем приняли участие 220 региональных команд. Какие задания предстоит выполнить, ребятам выяснял Валерий Седов. Сегодня у детей урок необычный. Им предстоит вспомнить цвета сигналов светофора и раскрасить дорожные знаки. Да и по-хорошему это и не урок вовсе, хотя все составляющие есть. Школьный класс, парты, карандаши. От обычных учеников их отличают только яркие жилеты. Эти ребята – команда школы 69. И они участвуют в онлайн-квесте «Зимняя дорога». Онлайн-квест по безопасности дорожного движения «Зимняя дорога» состоит из нескольких заданий, которые ежедневно школьники выполняют как самостоятельно, так и при участии педагогов. Цель у данного мероприятия одна – это изучение и повторение правил дорожного движения, привитие школьникам навыков безопасного поведения на дороге с целью избежания опасных ситуаций в повседневной жизни. Всего у школьников будет 4 задания. Одно они выполнили еще в понедельник, разгадали кроссвордно-дорожную тематику. Теперь раскрашивают в нужные цвета знаки дорожного движения. После выполнения задания ребята его фотографируют и отправляют организаторам конкурса. Вот сюда, в лабораторию безопасности, ежедневно приходит 220 бланков по количеству команд-участников. Этот онлайн-квест проходит с 15 по 19 февраля. В нем принимают участие 220 команд из Рязанской области, из 19 районов и 4 крупных городов – Рязани, Скопина, Сасова и Касимова. Здесь же задания и придумывались совместно с сотрудниками по пропаганде безопасности дорожного движения. Условие было одно – никаких сухих задач, только с максимальным погружением. Одно из заданий онлайн-квеста – нужно угадать мелодию на дорожную тематику. Например. Это первый опыт проведения онлайн-квеста на тематику правил дорожного движения. Если ребятам понравится, то одним туром все не ограничится. Валерий Ситов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Всероссийская выставка о геннадзиде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась в более чем 60 регионах России, в том числе и Рязани. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта без срока давности. Подготовка выставки стала настоящим испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников музея. Через их руки прошли десятки документов, которые рассказывают о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, травле голодом, принудительных работах и создании несовместимых жизнью условий существования. И после монтажа этой выставки, естественно, мы стали готовить экскурсию. И у мужчин, которые работают экскурсоводами на этой панораме, уже не говоря о нас, у меня дрожит голос, у посетителей, которые уже были на этой выставке, текут слезы, воспоминания у каждого в своей семье свои. И, как знаете, вот был в свое время советский фильм такой «Иди и смотри». Вот, наверное, так же кратко можно сказать об этой выставке. Сюда надо прийти, все это просмотреть, пропустить через себя. И тогда, наверное, это будет иметь тот эффект, который заложен был изначально. Тогда, наверное, мы никогда не забудем это и всегда будем помнить. Всероссийская выставка без срока давности открылась в годовщину выступления главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Нюрнбернском трибунале. Именно из его речи 8 февраля 1946 года мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Вообще, что касается детства, тут не может быть никаких оправданий. Когда детей закапывали живыми в окопы, просто сравнивали с землей, и они там погибали. Нацизм. Ну, какое тут может быть оправдание? Все преступники должны быть наказаны. А их имена, к сожалению, до сих пор не все установлены. Вот такая выставка без срока давности. В этих преступлениях против детства, против человечности, против мирного населения нет сроков. Помимо выставки без срока давности, в Музее молодежного движения продолжает работать трехмерная панорама героя Брестской крепости. Здесь у вас созданы события начала Великой Отечественной войны с 22 по 26 июня 1941 года. Внезапная атака фашистов и мужественное сопротивление защитников Брестской крепости. Впереди мы видим с вами собирательный образ, рассказывающий нам о том, в каком хаосе, насколько неожиданно, война врывается в Брестскую крепость. Многие красноармейцы в спешке даже не успевают надеть военную форму. Так защитник крепости бросается на противника буквально в нижнем белье. Стоит отметить также, что в ходе сражения бойцы Красной Армии стараются экономить поезд запаса и ресурсы, что зачастую приводит к тому, что красноармейцы вступают в рукопашный бой. Здесь мы видим как раз одну из иллюстраций такого момента, где красноармейцы пытаются поразить противника с сжатым в руке кирпичом. Брестская крепость прославилась на весь мир, ведь именно она приняла на себя первый удар противников 22 июня 1941 года. Во время Великой Отечественной войны элитные силы вермахта были вынуждены потратить на ее захват 8 полных дней вместо планировавшихся 8 часов. Она стала символом несломленного духа и стойкости. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова